А я сильная независимая женщина. Алло. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте, Тамара. Кто это? Жмашенко Валерий Альбертович беспокоит. Я по поводу квартиры. Слышал, вы квартиру ищите. Да. Вот, я квартиру как раз вот сдаю. Времени. Вот, как раз квартира освободилась. Вот, в районе Челя. Челя, вас интересует? Нет. А откуда вы узнали? Да вот, сказали через знакомых. Просто набрал вас. Вот, квартира как раз ищите, думаю, может заинтересует. Ну, давайте, я ваш телефон не вижу, написано сконошута. Как не видите? Не высветился? Написано сконошута, нет номера. Сконошута? Да. А, ну это я из офиса звоню просто, наверное, городскую не определяют. Какой оператор? У меня такой винт. А, винт, да? Да. А, ну понятно, винт плохо работает у нас. Ну, я понял. Значит, ну, насчет квартиры, вот, времени, да, вот, есть в районе Челя. Сколько метров сюда квартира? У меня здесь прям порядочная такая квартира, но 400 евро в месяц. Да, а сколько комнат? Комнат у меня? Четыре комнаты. И твой человек мало 400 евро? Ну, потому что она у меня возле кладбища. А где там возле кладбища? Прямо около церкви? Ну, да, прям вот рядышком возле церкви, да. А на каком этаже? На втором. Смотрит на улицу? Да. Ну, давайте вы мне завтра позвоните. Я же увидел вас в телефоне, поговорим. Да, да. Где-то, например, в районе обеда. Там с утра я повезу, у меня тут аппунтаменте. А, аппунтаменте, да. Ну, я понял, да. Да я сам итальянец, просто, ну, тоже русский, я понимаю, вот, все эти языки, да. Я просто здесь занимаюсь. Я вас понял прекрасно. Просто, Тамара, вы меня поймите, там еще есть один такой момент, да. Канализация не работает, и каловые массы иногда попадают в квартиру, то есть брызгают. Хорошо. Да. Почему? Ну, так вот, здесь устроена итальянская, скажем, коммуникация. Вы что, смените на мной? Вы посмейтесь, пожалуйста, я не понял вас. Так а почему они, это, там нужно вызывать машину, чтобы прочистили? Да, не, машина не нужна, там просто нужно, ну, вот, они не всегда брызгают. То есть иногда раз, и бывает чвырк, и вот там вытереть, и все. То есть как это они? А вообще все остальное проходит, бумага? Да, да, бумага, все проходит абсолютно, то есть просто не работает канализация, понимаете? То есть, ну, обратка идет, обратный ход, так называемый у нас, по-итальянски, ла мера курба называется, понимаете, да? А кто там жил до этого? Жил там до этого мой сын, сын мой жил, сейчас он уехал в Америку, да, ну, беженец, беженец, оформился как беженец, убежал, потому что... А вы в Украине, да? Я, не, я нормальный. В смысле? Нет, я, я оттуда, я русский. Да? Да. Ну, вот, ну, так что, вас интересует вообще, ну, касательно... Интересует, я могу посмотреть, так вот, давайте завтра мы созвонимся, спокойно, вы мне позвоните где-то примерно часов, может быть, 12. Да, я понял, Тамара, 12, да, по-итальянскому, по-итальянскому времени, или по-нормальному. По-итальянскому, а вы откуда звоните? Я из Италии, просто живу по-московскому времени, ну, я вас понял. Что ты, по-московскому? Да, 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 так просто Москву люблю, ну, я вас понял, ну, а что вообще в целом, как вам в Италии? Давно в Италии? Ну, что, давно, да. Сколько уже лет? 35 лет. А, 35 лет, ну, это прекрасно, я сам уже лет 30 в Италии, вот, ну, как говорится, русский язык все равно лучше знаю, вот, значит. Вы сами-то откуда переехали? Я из Питера. А, из Питера, ну, я слышу что-то родное, я сам из Москвы. Ну, я родился в Сибири, вообще-то. А, Сибиря, ну, я понял, я на Урале был, но это еще дальше, это прекрасно. Ну, вот сразу, да, вода Сибири. Ну, я, а, Сибиряк, я понял, да, у меня тоже были поездки в Сибирь, там, по бизнесу у нас там мы делали эти нефтяные скважины, ну, ставили, да. Да, мурманские. Ой, кошмар, это не Сибирь, это север. Ну, какая разница, туда было, да. Северо-завтра, не заметно. Да, да, туда именно, вот, там, раз-раз, туда-сюда, Италияна, Италия, в Сакраменто у меня есть также дома назначены. Вас Валерий зовут, да? Да. Очень приятно, Валерий, давайте-то завтра, ладно? Очень приятно, Мар. Да, во сколько набрать, 12, да, Сакраменто? Давайте в обед позвоните мне, если время есть, ну, где-то, вот, в обед, может быть, лучше, там, где-то, ближе к часу, потому что я должна пробежаться, сделать несколько вещей, у меня и велосипед там ждут, и все тут все. А, велосипед, слово, да. Да, я несколько дней уже не выхожу, да, с субботы. Да, ну, это, брат, я понял, с велосипедом проблемы, да. Не, ну, надо его, если надо пройти, спросить, если будет работа, то я к нему потом отведу его. Ну, я могу его отремонтировать, Валерий, велосипед сломан. Не знаю, там, надо, там, камера, вот, нет, не дали. А, понял, камера, да, пробилась. Ну, я понял, я сейчас возле кладбища, как раз вот здесь нахожусь, все возле этого дома, здесь хожу, брожу. Нет, это кладбище совершенно барабан у меня, я, наоборот, в это все не верю, я тут не боюсь. А, ну, я тоже, просто, возле кладбища, у вас, может, люди разные есть, здесь еще канализация, как раз туда выходит, в сторону кладбища. Вот канализация, то я не пойму, что с тобой такое. А что, отремонтировать нельзя, это ваша квартира? Это моя квартира, да, можно отремонтировать просто вот эти вот ткаловые массы, они как фонтанчики маленькие бьют, понимаете, ключом. Да вы что, вы издеваетесь, смеетесь надо мной, каловая масса, блин, откуда? Ну, если тут посходите, извините меня туда, потом раз, и обратка идет, чевыркает. Да. И каждый раз такое? Да, ну, главное там не перегнуть, как сказать. Я, если сажусь туда, главное не пернуть. Если перданешь, оно все обратно, прям воздухом, бах, и все туда. Слушай, вы все издеваетесь надо мной здесь, смеете, что ли? Нет, Амар, вы уж меня простите, я человек немолодой, чтобы шутки шутить здесь. Главное не пердеть туда. Можно как это, чтобы... Да, по-моему, вы издеваетесь надо мной. Нет, главное не пердеть туда. Что ты вам дал номер, мне Герман, случайно? Не, боже упаси, я с ним не общаюсь. Герман, это вообще близко возле меня не стоял. Я бизнесмен, Герману до меня, еще, ого. Ну да, он, видите, все уже. Да, он уже все уже. Что с него взять? Я не была бы, но просто когда-то... А, где? В агентствах, на 20-е сначала, потом на Бенгаде. А, на Бенгаде. Я понял. На Бенгаде у меня там есть знакомый Кизару. Все там закрыто давно, все. Ну да, он сам оттуда. Я сейчас просто посуду мою, у меня тут все стоит. А, у меня тоже стоит. Уже поздно, да, и надо еще вон это... Я понял. Оставить мясо. Согласен. Мясо, да, мясо едите. Я тоже в залоге, потому что у меня там два визита, я перенесла на завтра, и я сегодня не спала всю ночь. А, что ж такое, что ж не спали-то? А, что ж не спали-то? Днем поспала, и ночью не смогла вообще уснуть. Да, а что ж случилось-то? Приболели? Нет, потому что вчера днем спала. А, понял. Ну я так всегда делаю. Главное не пернуть в унитаз, чтобы обратка не пошла. Вы не издевайтесь на ноги, что это мне тут. Тамара, да я человек серьезный, я вам просто говорю как есть. Ну а кто он сказал, что я квартиру еще не матушка? За 350 могу сдать вам, если раз такие вот, как говорится, подружеские. Это надо пойти посмотреть. Посмотреть надо, я пока раз помою ее сейчас, встаю. И вы отрепетируете, покажете, как это происходит. Нет, 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 так у меня сейчас нормально. Главное не пернуть туда, а то обратка будет. Ну слушайте, вы не это, не надо мне такие... То есть не пукайте. Просто если вы там сильно пукнете, оно обратка бах, и все выйдет. Понятно. Насрал. Там еще Алена, это, к Алене я ездила. А, Алена. Апина. А? А, Алена? Которая в Визербе живет. А, ясно. Ну да, да, да. Есть у меня такие знакомые. Ну а кто вам сказал, что мне квартира нужна? Ну а вы кому сказали? Вы объявление, может, давали? Ну, там, правда, в тех церкви я многим говорила. Ну вот, пожалуйста, видите. Язык, как говорится, и да, доведет куда надо, нужно. Я не хожу кости. Я же езжу в другой город, в Московский Альхат. А, ну так я был там тоже, в Архиархате. Где? В Московском. А в каких городах? Ну вот, откуда вы приехали? Нет, ну здесь, в Италии я езжу, в Московский Альхат. А я понимаю, я же сам с Италии, я в Италии уже 30 лет. Ну я. Да. Тамара, вы уж меня простите, не подумайте ничего. Я просто человек немолодой, да, у меня есть квартиры, есть, где жить. Просто вот две квартиры есть, которые сдаются, но одна в Сакраменто. Одна вот у меня возле кладбища. Как раз район Челеза. Сакраменто где-то? Да. Да, да, Сакраменто, это там далеко. На там Кезару живете. А в там, где вы живете? А я вот тут же в Челезе живу. Ну, вот у меня времени там, это самое, у меня там дом, дом, частный сельтор, знаете, район Микербарбас. Какой район? Микербарбас. Какой? А? Какой район? Микербарбас. Не поняла. Непонятно. Ну, я... связь связь что-то да ну так что во сколько ну позвонимся победу позвоните мне да в обед это в 12 или в час часу товара да да я понял ну хорошо если что я бронирую да да завтра если что вы подъедете да микро барбас что я вас понял да алё да да это чё вас там орите за связь такая не звоните я понял вот что-то помехи вы меня не слышите да слышу просто не пойму это слово что за барбас район район такой ну где в беремене что ли да 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 и такого района как он называется а вот который самый крайне там у нас он этот раньше был как он этот назывался баркинас ладно мелочи вам потом расскажу покажу если интересно будет лад сего район знаете дико село какое лад сего дико село везерба везерба да вот там тоже был у меня жил когда-то это вы там были вела аудитора я была удалена а сухачало район да нет районную индустриально а индустриально я пойму это там недалеко от сухачелл бы пиночет с которой пиночело я понял но тут все мы все друг друга знают не я не знаю десять их времени конечно же у ним не больше 20 лет а раз работала я из марки приехала его в марки а лама ну понятно вот это вы наверное не знаете как раз эти районы подруги на подумали лафана а лафана я понял вилт виллаер слышали район нет вот хорошо ладно все мелочи тогда завтра болели ладно спасибо ваш меня простите что у вас ваше время занял значит микро баба баржели я вот там еще живу да если что завтра вы мне скажете я быстро тут недалеко минут 15 ходьбы да вот подъеду значит посмотрите вот подумайте насчет каловых масс которые извергают извне не не я согласен что то неприятно но есть такая особенность люди почему там они хотят жить потому что там идет что обратный выброс да нет люди не жалуюсь на этот момент просто я вам по-дружески объясняю есть такая особенность у дома обратка микробаргус ну вы садитесь да на унитаз грубо говоря что-то скушали там жирненько скушали и пернули вакуум вакуум происходит бах туда и обратка идет ну что спокойно ночью ладно до завтра ладно микробаргус позвоните до свидания еще не заржал Продолжение следует...